Как достигается забота о потомстве? Во-первых, у всех млеков. Кто будет заботиться о потомстве и главное, почему? Самка, наверное, самка, у самка, у нас колеса лаком. Абсолютно верно. У самки есть молочные железы, у самца нет молочных желез. Поэтому, разумеется, роль главной защитницы детенышей, это, конечно, самка. Она обеспечивает их выживание на первом модели. Но теперь смотрим, у нас слишком мало детей, а силы у любой барышны ограничены. Как можно дополнительно повысить вероятность выживания потомства? Вот самка делает все, что угодно, но у нее просто сил не хватает. Задача дополнительно повысить. Прошу? Самец кого защищать будет? Ага, черт из-за. Плевать он хотел, через верхнюю губу нанетем. Здесь совершенно так. Ну-ка. А вот это же другое дело. Смотрите. Вы берете матрешку, открыли, что внутри? Матрешка. Вынули ее, открыли, что внутри? И так далее. Возникает вот такая струбинчатая система защиты. Это все очень хорошо просматривается, когда изучаешь распределение, допустим, объединенного стада по территории. То, какое место будет занимать, когда стадо кормится, когда стадо на маршруте, или когда стадо оброняется от опасности. Кто будет вот здесь? Обратите внимание, для вот этих трещичек стадо, для них сколько уровней защиты? Три. Раз считаем, два считаем, три. Это понятно? Да. Первый уровень защиты – это мама. Вот она. Мама, которая кормит, мама, которая не дает делать глупости, смертельно опасные. Хорошо. Второй уровень защиты. Папа. Второй уровень защиты – это внутренняя структура самого стада. Вот эти парцеллы. За поддержанием этой структуры следит самец-доминант. Вожак стада. Не потому, что он такой добрый или умный. Не потому, что надо охранять слабых. А по одной простой причине. Самец-доминант очень не хочет, чтобы его место заняли чуть более слабые самцы. Бетт. Альфа здесь и внимательно сечет, чтобы Бетт на его места не претендовали. Так, в результате, кто находится, от чьей реальной охраны будут находиться вот эти вот скопления этих самых зетёнышек. Гам. Бетт, конечно. В центре Пайкипской. Ну и, наконец, третий внешний круг. А здесь кто будет? Молодые самцы. Молодые самцы. А почему тут молодые самцы? Все остальные. Не, ребят, на самом деле всё природная система, эта система жёсткая. Без всякого вот такого диснеевского сюсюпанья. Так, скажите, пожалуйста, где на этой территории самое опасное место и где самое безопасное? Самое безопасное в центре, а самое опасное в центре. Самое опасное по границе. Поэтому всем, конечно, хотелось бы оказаться безопасным. Вопрос только в том, всех ли туда пустят? Нет. Далеко не всех пустят. Пустят тех, кто сможет туда пробиться. Смотрим. Самок с детёнышами пропускают всех не потому, что у них кулаки здоровые, а просто потому, что габет – это способ насоления альфа. Так что у самок стоит своя иерархия будет. Понятно, что одно дело, если самка находится вот здесь, ближе к центру, и совершенно другое дело, если самка находится здесь. Какова же, от чего зависит позиция самки в состоянии? От колеса детей. А самка, которую она знает, она всегда ближе к центру? Вы абсолютно правы. В центре самки, которые родили в этом году. А если барышня в этом году не родила, ее больше будут вот сюда. Абсолютно не важно, барышня-то, не барышня. Ты в этом году никого не родила, никаких повышенных прав на защиту ты не имеешь. Всё. В результате, детеныши в течение одного года оказываются в ситуации, ну, максимально из всех возможных безопасности. И за это время они, ну, как все дети, шалят, балуют следствию до них опыта, подражают друг другу, подражают большим, то есть учатся вести себя в окружающем мире. Но ведь через год эта ситуация кончится. Через год у мамы новый роман, и она будет рожать нового детеныша. Вопрос, а что с старыми детенышами? А их выгонят из центра. Стадо уже сделало для них всё, что могло сделать. Так? И детеныши, хорошо, а занять вот такое среднее положение они смогут или нет? Да нет, естественно, они в азовском мире ничего не умеют. Поэтому кончилось детство, началось какое время? Отрочество. Это подростки. Подростки – это самое сложное время для любого млека, для людей в том числе. На самом деле, подростковый период – это период сдачи зачёта. Чему он учился за детство? Ничего. Что является незачётом в данном случае? Съедят. У тебя просто съедят, и всё. Вот те, которые балду пинали в течение года, пока их защищали, да, значит, их просто съедят вот здесь. А те, которые дивом занимались, у них выше шанса на выживание в пограничной периферии. В церемонии с ними совершенно никто не собирается. Умеешь выжить – отлично. Не умеешь – у них твои проблемы. Хорошо. В результате выживали далеко не все. Но через год, те, кто выжил, что с ним произойдёт? Они передвинутся прежде к центру. Почему? А потому что появилось новое поколение чёрных. Новое поколение совсем ничего не умеющих, совсем юных подростков, бывших детей. И так далее. В результате течения времени вот такой сбит произошёл. Классно. Социальная структура есть абсолютно у всех приматов, все прибанцы, социальщики, но построены совершенно по-разному. И самая большая ошибка – считать, что вообще-то социальная структура должна строиться обязательно, как у людей. Ну, то есть, основа – это семья. А семья – это кто такое? Это папа, мама и ребёнок. Ну, или дети во множественном числе. Вот, ребят, такая ситуация не просто далеко не у всех, а в принципе очень редкая. Устойчивая парная семья, да? Значит, на самом деле страшно рискованное мероприятие. Можно с этим чуть позже разобраться будет. Кто знает, как называется устойчивая парная семья? Моногамная семья. Моногамная пара встретилась и в течение там длительного времени совместно участвует в воспитании детей, совместно существует и там подобное. А в том случае, когда встреча партнёров только для зачатия, а после этого самцы и санки расходятся, и в следующий раз это уже совсем другие партнёры, будет называться полигамная семья. Полигамная. Так вот, полигамия, конечно, в десятки раз более распространённое явление, чем моногамия. Причин понятны или нет? Не, непонятно. Классно смотрим. Скажите, пожалуйста, если семья рассчитана на то, что о детях заботятся и папа, и мама. Так вот складывается некоторая структура. Один из родителей взял и умер. И дальше что? А дальше автоматом погибают все дети, во-первых. А во-вторых, второй партнёр никогда больше не будет участвовать в воспроизведении потокственности. Скажите, для вида в целом это выгодно или не очень? Нет. Да, это крайне невыгодно. Потому что у вас из-за воспроизводства изымается порядочная часть особей, которые вообще-то могли бы поддерживать стояние вида. При полигамной семье такого риска нет. Хорошо, кто-то погиб. Ну и что, оставшись на следующий сезон, все равно образуют брачную пару, и в воспроизводстве потомство все равно будет участвовать. Кстати, при полигамном варианте совершенно неверно считать, что самцы не участвуют в заботе о потомстве. Вот давайте смотрим, допустим. Очень близкие родича – гуси и утки. Вот у гусеобразных самец от самки внешне не отличается. Гусака от бусы не вопрос не отличается. И в этом случае самцы и самки заботятся о потомстве совместно. Классно. А вот у уток. А уток совершенно не так. Самцы очень ярко окрашены. У них совершенно особое поведение врачное. Самец называется селезень, а утка – цапка. Классно. Давайте смотрим. Вот территория некоторая. Вот здесь обитается одна самка со своим выводом. Вот здесь вторая самка со своим выводом. Третья самка со своим выводом. Четвертая со своим выводом. Значит, каждая из этих самок защищает, спасает своих детенышей, учит их всему хорошему и от всего плохого. То есть, что есть можно, что есть нельзя, где ходить, где лучше не ходить и так далее. Преком, в ряд нормального существования выводка. Он должен иметь возможность пользоваться ресурсами этого участка. Классно. А что будет, если соседний выводок, да? Возьмет и вот так решит слегка улучшить свои кормовые условия за счет выводка номера 1. Выводок номер 2 – это выиграет? Выиграет больше полу, конечно, выиграет. А выводок номер 1? Проиграет. Ну, можно было бы, конечно, как это было поставить. Пускают санки, отстаивают, работают в качестве пограничников, патрулируют территорию и никого на нее не пускают. Но тогда будет ли у них время и возможность заниматься потомством? Нет. Нет. Почему самец Силюзи не имеет права приблизиться к выводке? Здесь же совершенно очередная причина. Идет за месяц. Да, ребят, у него сигнальная окраска. Его видно за полкилометра. Эта сигнальная окраска заметна только для его подруги или для хищников тоже? Для хищников тоже. Классно. Он привлек хищника. Сам-то он уберет, он отлично летает. Но если он держится рядом со своим выводком, что будет с детьми? А это просто с видя. Это понятно, что если есть половой деморфизм, если есть яркое отличие санца от сана, то такие санцы, не дай Бог, попробуют заботиться о потомстве в форме утю-тю-пу-пу-пу. Приближаться ни в коем случае нельзя. Значит, это что не заботится? Не значит, еще как заботиться. Его задача. А он вот здесь сидит. И что делает? А он таки контролирует вот этот периметр. И всем, кто желает сюда сунуться, дает пошлить как следует. У него руки развязаны. Он не завязан на воспитании потомства. Но конкурентное отношение между самцами... Здесь, допустим, сидит папаша, выводка номер два. Вот конкурентное отношение между самцами будет стабилизировать границы для выводка. Скажите, а выводка вообще это выгодна или не выгодна? Чтобы можно было не заботиться о своей кормовой территории. Можно ли считать, что в данном случае самцы никак не участвуют в заботе о попросту? Да нет, участвуют просто по-другому. Так. Значит, кстати, примерно вот такая ситуация будет среди крупных эйпов у орангутанов. У орангов. Оранги такие достаточно брачноватые одиночки. Стадания не образуют. Иногда образуют скопление, но только по поводу вкусно покушать. Когда, допустим, плодоносят дерево дуриана, они очень любят плоды дуриана, там может собраться несколько орангов на одном дереве. А так вообще самка с детенышем. Иногда с двумя, то есть вот недавно родившимся, и тот, который чуть поставишь. Самец отдельно, навещают вот свои барышни, а у него несколько барышней редко. В основном у нас в сезон спаривания происходит. А чем занимается? Он как раз его контролирует. У него раз, здесь одна подруга, два, вторая подруга, три, тридцать подруга. И он смотрит, чтобы какие-то не его подруги на кормовые территории не залезли. Поскольку он сильнее и тяжелее самки раза в два с половиной, то барышни предпочитают с ним не спорить. Если уж сказал, не ходи, ходить не будет. В результате вроде бы прямого контакта нет, а участие в заботе не сомненное. У всех остальных эйпов намного более сложная социальная структура возникает стадан. Причем у горилл это просто пирамидальная система. Там во главе самец доминал, такой здоровущий. Могут существовать более слабые самцы бетта, вот так же, как наши скидки, которые мы с вами писали. Но при этом попытки выяснения отношений физических, у зверей такой мощи, вещь не очень желательная для них самих. Поэтому до большой острой конкуренции у горилл, как правило, не такой. Там дело кончается демонстрацией. Как по-вашему, вот этот жест, это чисто человеческий жест? Нет. Его отлично понимают все обезьяны. Вот просто непосредственно. Это очень древний обезьянный жест. И очень часто конфликтная ситуация достаточна отмена знаками, жестами, для того, чтобы более слабый отошел, не пытаясь доводить до греха. Самое высокое среди самок положение имеют те, которые недавно родили. Те, у кого молодых детенышей нет, они ступень там пониже. Кстати, своя конкуренция во всех приматских стадах среди самок исключительно жесткая. В чем она будет заключаться? Не дать забеременеть. Потому что, если моя соседка забеременела, то ее гадину пустят в центр круга. А меня, бедняжечку, не пустят в центр круга. По этому, там существует целый такой поведенческий класс самок, которые называются тетки. Тетка очень интересно специализируется. Тетка – это та, которая сама в этом году не родила. А это значит, пустят ее в центральную область. Не, не пустят. Но она держится всегда рядом с самкой, которая только что родила. Чтобы она оказывала какую-то реальную помощь, не отмечена ни разу. Иногда она, наоборот, своими неумелыми действиями причиняет вред детенышам. Но самцы, те, которые регулируют распределение на территорию, видят, что самка рядом с детенышем. Ну и все, ну, пускай, если ты рядом с детенышем, ладно, у тебя входной билет. Проходи в середину. Так? Существуют ябеды. Ябеды, как правило, либо подростки, либо самки, не родившиеся. У обезьян есть указательный жест, жест привлечения внимания. А поскольку всеми конфликтами, всеми разблоками занимается самец Альфа, то как себя ведет ябеда? Ябеды начинают величать. Есть звуковой сигнал тревоги у них, показывая рукой на обидчике. Ну, поскольку Альфа, как ранее, не заинтересован в конфликтах на своей территории, он подходит и вполне доступно физическим образом объяснять, что лучше не обижать. Причем в данном случае ябеду можно получить по шее, особенно если очень громко обезьян. Занятно, что очень часто самки, не родившие, какой метод используют. Они начинают ябедничать на совершенно несуществующего обидчика. Обалдевшие совершенно Альфа, но поскольку ему показывают туда, где никого нет, идет проверять. Мало ли, может, он не видит. То есть он покидает свой контрольный центральный пункт. Он остается без защиты. В это время ябеда быстро заскакивает туда, быстро хватает самые лакомые куски и удирает к самой-самой границе. То есть это способ отвлечь, временно переадресовать вот эту структуру, другую сторону. Как вы видите, очень много поведенческих приемов потрясающе похожи на нашу с вами. Ну, про способы обучения сегодня у нас просто не хватит времени. На самом деле, способы обучения у Эйпов и у нас с вами просто один в один спадающихся. Ну, про способы обучения у Эйпов.